МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот сегодня порядок, а в те дни был беспорядок, особенно в выходных как-то не очень. И здесь перегрузка, и здесь перегрузка. Контейнер под крупногабаритный мусор перегружен бытовыми отходами. Представители рекоператора недовольны. Оксана Яроханова, заместитель главы районной администрации, пояснила, не вовремя вывозятся малые контейнеры под раздельный мусор. Вот и бросают жители туда, где есть место. Пока спорили, специализированная машина опустошила контейнер под крупногабаритный мусор. Проспект Красной Армии, дом 251А. Рядом сразу две контейнерные площадки. Обе перегружены. Мусор валяется далеко за пределами положенного места. И это не единственное место, где мусор плохо вывозится. Андрей Ализаренко, исполнительный директор Сергея Упасадского рекоператора, утверждает, что такому мусорному безобразию есть объяснение. У нас были несколько периодов. При входе компании, при смене местных операторов, были проблемы в январе месяце. Потом мы стабилизировали. У нас были нормальные лимиты на разгрузку. Потом у нас в мае месяце горел полигон Непейна. А основная часть мусора с Дмитрова, Сергея Посада, Талдома и города Дубна везется на полигон Непейна. После пожара мы пристановили выгрузку на несколько дней. Произошел локальный сбой. Мы его ликвидировали, вышли в ноль, ситуацию обнулили и начали возить нормально. Потом у нас произошел тоже момент с разгрузкой. Мы выбрали лимит на полигон. И, соответственно, нам некуда было везти 4 города. Основных 4 города, по которым у нас зафиксирован всплеск по жалобам, по доброделу, по ИЦУРу. Но жители, щедро оплачивающих услугу вывоза мусора, эти нюансы не интересуют. Услуга оплачена, предоставьте ее качество. На сегодняшний день мы график стараемся соблюдать, контейнерные площадки зачищать. После выгрузки мусора контейнера возвращать на контейнерную площадку. Чтобы у нас меньше было негатива. По словам Андрея Ализаренко, рекоператор намерен изменить ситуацию с вывозом мусора. На сегодняшний день мы получили доп. лимит. Благодаря Министерству жилищно-коммунального хозяйства и содействию местной администрации мы получили талоны. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Мы возим. На сегодняшний день главное направление – это подбор, вывоз КГМа именно по графику. Я надеюсь, что еще неделя, и мы все-таки зачистим, и уже с рекоператором мы именно начнем работать по графикам вывоза, по привязке юрлиц. Потому что мы с вами знаем, у нас очень много контейнерных площадок, которые выбрасывают юрлицы свой мусор. И минус. Не могу сказать там кто, чего, как. Очень много коробок, очень много ящиков. И они все выбрасываются не в мусор, не в контейнер, а выбрасываются рядом. Почему-то у нас жители считают, что им это позволено. Хотя мы говорим, что у нас за это есть статья административного кодекса, если контейнеры пустые, запрещается выбрасывать вокруг контейнерных площадок. Мы не можем это жителям сказать, если контейнеры переполнены. Это ответственность регионального оператора. Но если мы сами себя не воспитаем и будем бросать, мы будем жить просто в грязи. Чтобы понять, как будет выполнять свои намерения региональный оператор, наша телекомпания вновь отправится в рейд в сентябре.